это википедия конкретно у тебя как это произошло то есть это не просто там взято где-то из головы это то что я прошу ребят ну что сегодня иду по лесу на обряд который шаман называет путешествие по моему в мир духов который внизу находится как всегда хочу все знать и не все интересно посмотрим там костер уже виднеется я вижу костер сейчас нужно закрыть глаза и задать вопрос какой тебя интересует а а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Практически выползаешь на карачках и думаешь, лучше бы я умер вчера. Но потом приходит все-таки уже вот эта отдача, сила, и ты понимаешь, что это здорово. И у нас даже такая байка бытует, что вот шаманизм – это дар. Но, с другой стороны, можно сказать и проклятие. Ты живешь, но в то же время ты частично умираешь. Потому что некоторые люди романтизируют слишком, думают, что это все так просто. Ты такой, а, стал шаманом, что-то делаешь, дофига денег зарабатываешь на этом. И все у тебя хорошо в жизни. Но на самом деле не так, потому что духи тебя испытывают, ты отдаешь еще много сил. Энергию свою отдаешь. Здоровье, да, на это дело. Потому что нельзя просто так взять и помочь, при этом ничего не отдав взамен. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, если в простонародье, то в Ване по-шамански улуха и хан-хан. Что означает «великий шаман, повелитель луны». Повелитель луны. Да. Подскажи, пожалуйста, а как ты стал шаманом? Ой, у меня на самом деле к этому был очень долгий путь. Еще с самого детства, вот насколько я себя помню, да, то есть это там со времен где-то детского сада, вот, у меня было четкое осознание того, что есть мир, который мы видим, да, реальный мир. И есть что-то большее. И как будто я принял... Потусторонний? Вот 8-9 я начал делать свои первые практики. Я работал там сначала с маятником, ну, и вот, и у меня все вроде как бы получалось, но было маленько что-то не то, вот, не хватало. Потом начал работать там с рамкой, потом пробовал какую-то магию, экстрасенсорику, биолокацию там вот, пробовал лечить руками. И вот, и вроде получается, вроде не то. А потом, когда мне было лет, наверное, 15-16, мне в голову дало то, что я хочу быть шаманом. И вот, и я не знал, кто это такие, я знаю, что это какие-то дядьки, которые колотят бубины, что-то происходит. И вот, ну, а я понимал то, что я хочу им быть. Но тогда, я думаю, то, что мне нужно ехать, наверное, на Алтае, потому что даже по Хакасию я, наверное, еще не знал там, и не знал, что там есть шаманы. И вот, я знал, что меня никто из дома не отпустит туда, и поэтому я на эту идею забил. А потом, когда мне уже исполнилось 18 лет, меня друг позвал на славянский праздник, упало, и вот, я сначала ехать туда на ботел, а потом мне сказал, что там будет некий шаман. Вот, и только из-за него я поехал, получается, у нас тогда на празднике было больше 50 человек, по-моему, и шаман выбирал 6 человек, кто пойдет с ним в шаманское путешествие. И вот, так получилось то, что... То, что сейчас было. Да, да, вот, и так получилось то, что среди этих шестерых оказался я, и вот, и когда мы пошли на шаманское путешествие, то есть я сел, расслабился, там сказали, глаза нужно закрыть, и я понимаю то, что я расслабиться не могу. Я себе говорю о том, что, типа, так, надо ни о чем не думать, надо ни о чем не думать. Я понимаю то, что я думаю о том, что я ни о чем не думаю. И в какой-то момент шаман запел двумя голосами, меня вдруг начало распирать, то есть я чувствую то, что я куда-то начинаю погружаться. Улетать куда-то. Да, у меня пошли картинки перед глазами. И вот, первая картинка, это была шаманский бубен, и там был изображен символ, который называется тамга, это герб шамана, вот, и это был мой герб. Ну вот, и я помню то, что я в него внутрь погрузился, там оказался в горящем городе, по этому городу ходил, там очень много чего наблюдал. И вот, и в какой-то момент стало как-то маленько не по себе, я открыл глаза, смотрел в костер, и увидел вместо дров, как будто лежали человеческие кости и черепа. И вот, и я проморгался, там, ну раз, дрова лежат. И все, и я там бываю смотреть по сторонам, то есть я себя с закрытыми глазами, я опять их закрыл, у меня потом начал этот шаман простукивать бубном, и я почувствовал вместо своего лица, как будто у меня была как тигриная морда. То есть, ну так получилось, что я шаман-тигр иду. И вот, и я почувствовал то, что у меня вместо лица тигриная морда. Я понимал то, что у меня из груди рвется рык, и я знал то, что если я сейчас открою рот, то это будет не просто там какая-то человеческая имитация звериного рыка, это реально будет как животный рык. Ну вот, но я что-то, если честно, застеснялся, да, потому что думаю, все сидят с закрытыми глазами, и я тут сейчас буду из темноты там один рычать, а вдруг еще не получится, там, на меня вообще как-то дурака будут смотреть. И вот, я это все подавил, и после этого я ничего не видел. Ну вот, и пошло, наверное, после праздника неделя, у меня всю неделю было очень странное состояние. То есть, это какие-то эмоциональные всплески, то у меня дикая радость и восторг, то у меня такая грусть, то что мне аж хочется плакать, там, причем ни с того ни с сего, это могло настроение меняться, там, ну, в течение пяти минут. Потом я начал понимать то, что я хочу потрогать бубен. Я знаю то, что я его никогда не трогал, я его там, ну, вот, видел только на этом, на Шаванском обряде не раз. Ну, я понимал то, что я хочу провести рукой к его шершавой коже, этого бубна у меня нету, и я опять мне начинается грустно становиться. Ну вот, и в какой-то момент мы поехали на дачу к моему другу, ну вот, и там уже сидя у костра, мы там жарили шашлыки, я понимаю то, что рядом с нами есть еще кто-то. Ну вот, то есть, и тот, кого я не вижу, но я знаю то, что они рядом есть, то есть это, ну, как духи, я их так называл тогда. Вот, и я понимаю то, что если бы у меня сейчас был шаманский бубен, я знаю, в какой момент мне нужно ударить него, там, где мне нужно его поднять, где мне его нужно опустить. На подсознание, да? Да, то есть это просто как картинки в голове такие рисовались, и вот, но я понимаю то, что у меня его нет, я не могу это сделать. И вот, и прямо в эту же ночь, я не знаю, что ему двигало, это было, наверное, часа два-три ночи, я позвонил вот как раз-таки Льтославу, ну вот, этому учителю, и я ему говорю то, что так и так, со мной такие вещи происходят. Он говорит, тебя нужно посмотреть. Ну, и вот мы с ним встретились, он меня посмотрел и говорит, тебя давным-давно нужно было учить шаманизм. И вот я начал тогда вот 18 лет заниматься, и вот сейчас мне скоро 29, то есть спустя 11 лет почти, но я до сих пор в шаманизме. На данный момент я являюсь одним из шестерых, если я не ошибаюсь, шаманов высшего посвящения, которые существуют в России. И то есть я понимаю то, что я не хочу восстанавливаться, то, что это мой путь, в котором я реально нашел себя. И вот сейчас я занимаюсь конкретно шаманизмом, просмотром людей, обрядами и практикой. Иван, а чем ты занимаешься в обычной жизни? Тем же самым, про то, что ты сейчас рассказываешь, или есть какая-то работа, или что-то еще, увлечение какое-то? Вообще я очень долго работал в общепитии, то есть я профессиональный бармен, я работал, помимо того, что во многих местах Красноярска, я работал за границей и работал в таких местах, которые являются одним из лучших клубов мира. То есть у меня очень богатый опыт за спиной, но в этом году я понял то, что меня начали просто выпихивать с моей обычной работы, потому что все рушится, в шаманизме приток идет, а в обычной работе, то есть, например, урушение какое-то происходит. И сейчас я перешел как раз-таки в сторону шаманизма. Но помимо этого я являюсь еще писателем-фантастом. Вот, у меня есть книги, и книги как раз-таки они идут и про магию, и про шаманизм, и... Ты их издаешь? Да, то есть у меня уже есть две напечатанные книги, одна называется «Смертью о жизни», другая «С духом о плоте». Вот, сейчас я работаю на третьей своей книгой, и что касается там какого-то эзотерического опыта, да, то есть я пишу именно о своих переживаниях, да, то есть о том, что я сам пережил, о каком-то жизненном опыте. Ну, то есть это не просто там взято где-то из головы, это то, что я прошел. Ну, и ты хочешь создать YouTube-канал? Да, то есть мы сейчас с супругой работаем как раз-таки в этом направлении. Канал будет называться «To be outside», вот, и мы хотим ездить по местам силы в разных регионах нашей страны, да, то есть, ну, начать, конечно, это с Хакасии, с Тувы, с Бурятии. Если получится, то выезжать уже за пределы там нашей страны куда-то, вот, и снимать о местах силы с двух сторон, это с туристической стороны, да, то есть это вот моя жена будет об этом рассказывать, вот, я буду рассказывать именно со стороны как духовного практика, то есть какие энергии там работают, то есть на что направлено это место и так далее и тому подобное. С Альхона, мне кажется, надо начать. Что начать? С Альхона. С Альхона, вот, я, если честно, предпочитаю Хакасию, то есть это Улухуртуяхтас, это храм солнца, Кашкулакская пещера, сундуки, вот, и потом, да, мы обязательно доберемся до Бурятии, вот, до Байкала, до Альхона. Алтай. Алтай, очень хочу туда поехать. К своему стыду ни разу тут не был, несмотря на вот образ жизни, который я веду. Вот, я обязательно туда доберусь, познакомлюсь вместе с практиками. Также, кстати, мы когда-нибудь будем обратить тюрьму, именно у шаманов, которые старожилы, то есть не новое поколение, да, то есть, ну, допустим, вроде меня, да, то есть только 59 лет, несмотря там на определенные успехи в шаманизме, да, вот, мне интересно было бы пообщаться с практиками, которые уже очень-очень много лет этим занимаются. Но их немного же. Ну, как сказать, то есть, допустим, вот в Хакасии есть там женщина, да, то есть я знаю то, что ей под 80 лет, и 50 лет из них она занимается конкретно шаманизмом, вот, то есть, и мне кажется, она может рассказать очень-очень много историй, учитывая то, что она еще училась как раз-таки в историческом где-то, да, то есть у нее очень много легенд, у нее очень много знаний о священных местах Хакасии, о истоках шаманизма, вот, то есть мы хотим записывать эти интервью, рассказывать людям, показывать то, что такая сфера жизни у нас все равно присутствует, да, то есть, и, ну, мне кажется, это будет очень интересно. Спасибо. Спасибо, Иван. Да, вам спасибо. Здесь верю-не верю. Съезд поверните направо. Спасибо. Верю-не верю. Как-то так. Прямо 3 километра. Спасибо. Я не знаю, если у кого-то было что-то подобное, интересно ваше мнение. У меня мнение, я не знаю, как это назвать, в общем, короче, нет у меня слов, ну, нету. Вот как Алла нашла мне душу и рассказала, как меня медведь напугал, так же, ну, как-то сказать, происходят такие чудеса, вот, у каждого человека, ну, вот, сейчас на нашем сборе в лесу у одной девушки, ну, что-то подобное произошло. Как это? Ну, с чем это связано, я не знаю. В общем, вы видите, да, что слов у меня нет. Пишите в комментариях, ставьте лайки, колокольчики, там, и так далее, в общем, как посчитаете нужным, но комментарии ваши мне очень интересны. Что скажете по этому поводу? Все, друзья, всех обнял, с вами Александр Лист, пошагали. С вами был Игорь Негода.